Что же это за строчка? И почему же она похожа на эту строчку? Это не то, что какая-то великая научная истина, наоборот. Это способ понять, что такое звездочка. Вот, для того, чтобы все стало понять, давайте еще введем такие штуки. Значит, у нас размерность пространства Х была обозначена в ВН, размерность пространства У была обозначена в ВН, и мне еще нужна величина. Размерность ядра отображения Х. Размерность ядра возводит Т, а размерность пространства ДН. Сейчас пройду и где-то раздавлю размерности наших пространств. Итак, ядро – это какое-то Д-мерное пространство. Х – это Н-мерное пространство. Привязано. Фактор пространства. Что происходит, когда вы несколько из векторов уберете? Понятная разность. Значит, здесь у нас Н-Н. Вот Н-Н. Так, здесь Н-Образ. Что у нас, с каким-то нервным был образ? Я не знаю, что это. Потому что образ – это же по сути вот эта реализация. Здесь мы взяли фактор, да, по Н-Н. Значит, здесь мы должны безумно вычислить Н-Н. Ну, прекрасно. Прекрасно. Все размерности в моем написании. Теперь давайте делать интересную вещь. Писать размерности здесь. Писать размерности здесь. Ядро – это со звездочкой, непонятно, что такое. Ну, непонятно, непонятно, потом напишу. Игрик со звездочкой. Можно выяснить? Такое же, как у Игрика. Правильно. Правильно. Потому что у пространства, Юс, тут двойственное одно и то же. Да, у спрежетного пространства, тут снова пространство. Одно и то же. А у Игрика это было М. Так, а здесь что? М. Ну, все такое же, как у Иса. Да. Такое же, как у Иса. И теперь у нас очень интересный вопрос. Какая размерность здесь и какая размерность здесь? Кер, F со звездочкой. Да. Очень интересно это выставить. Ф со звездочкой. Это отображение, которое отображению Ж станет в соответствие Ф с Ж. Правильно? Правильно. Что такое ядро Ф со звездочкой? Ядро Ф со звездочкой. Это и есть множество таких элементов в Игриках. Это этих элементов Ж из Игрики со звездочкой. Для которых Ж от Ф от Х от В Равном НО для любого Игрика. Мы начинаем понимать. У нас Ф со звездочкой от Ж так действует. Ж действует так. Надо, чтобы Э от В НО. И что на самом деле надо? Чтобы Ж от В У красоты. Ф равнялся НО. Давайте думать. У нас есть пространство Игрика. В пространстве Игрика какие-то векторы представимы в виде ИФ от В. Какие-то не представимы. Так вот, надо надеть те, которые представимы, чтобы отображение равнялось НО. То есть это Игрек фактор по образу Ф со звездочкой. Правильно. Правильно. Ядро Ф со звездочкой. Это то же самое, что Игрика по Ф от Х. Ф от Х это и идук. С звездочкой. Так, Игрика по Ф от Х. Какую называемую размерность? М минус Н минус Д. Значит, вот сюда мы пишем вот то число. М минус Н минус Д. Очень хорошо. Более того, сейчас пространство очень важное, на самом деле, фраза. Вот видите, Игрек по Ф от Х. Со звездочкой это не дробь. Игрек по Ф это вот. Значит, вот это пространство является для этого, скажем. Самое первое в этой цепочке, это звездочкой, это звездочка, видите? Великий фактор. Вот это, это звездочка. Хорошо? То есть ядро Ф со звездочкой это Ко ядро Ф со звездочкой. А теперь внимание. А вы видите, что здесь стоит Игрек со звездочкой, а здесь стоит Игрек. Игрек со звездочкой сопряженной. Итак, здесь сопряженная вот Ко. Это сопряженная Чо. Ко. Чувствуете, здесь дело? Если мы сейчас с вами поймем, что вот это сопряженная сюда. А вот это Игрек со звездочкой сопряженная к Игсу, потому что она прям сопряженная. То есть вот это еще вопрос, вот это еще не смотрели, а Игрек со звездочкой сопряженной, а ядро сопряженная. И еще, ядро Ф сопряженная к Эдре. Если подумайте, сопряженная или не сопряженная. Ядро Ф, это псевармонные векторы, эти пространства Х. Ф, это только одинаковые. А здесь что написано? Игрек со звездой факторизуем. Почему мы это факторизуем? По всем линейным отображениям вида Ж от Ф, где Ф? Правильно. По всем линейным отображениям вида Ж от Ф. То есть у нас есть произвольный какой-то элемент из Игс со звездой. Что такое элемент из Игс со звездой? Это, давайте напишем, может, какое отображение или мнение из Игса в основной курканере? Так. Сейчас я понимаю. Да, это элемент из Игс со звездой. А, это элемент из Игс. Игра с нами. Вот какой-то элемент вашего. Что здесь написано? Здесь написано элемент фактор множества. То есть элемент вида. А, плюс. Любой элемент отсюда. Что такое Ф со звездочки? Ф со звездочки, это на самом деле Ж от Ф. Это Ж от Ф. Да? Ну, что такое Ш, чтобы нам не забыть о цене. Но при этом что такое Ш, чтобы нам не забыть о цене? Это элемент Игрек со звездой. Любой элемент из Игс со звездой. Как я знаю, что. Любой элемент из Игс со звездой. Смогу я вычислить вот такую штуку от какой-либо. То есть я беру любой вектор, обладающий ответственностью, что Ф от В. Смогу ли я корректно посчитать такую или чему? Это Аш от В? Конечно. Это Аш от В. Потому что вот это может противыгрить с Аш от В, но Ф от В с разным. Поэтому я могу посчитать. И таким образом у меня есть способ вычислить. Кстати, заметьте, пожалуйста, что с размерностью... Так, кстати, как узнать размерность? Не очень правильно. Мы знаем размерность Игрек со звездой по Керат Ф со звездой. И мы уже можем... Как? Как мы это уже знаем? Но мы знаем размерность Игрек со звездой, и мы знаем размерность Ядра Ф со звездой. А, да, можно. Может быть. Мы знаем вот эту размерность. Точно знаем. Здесь у нас вкладывалось, а здесь правильный фактор. Значит, надо из m вычесть m минус n минус d. Ура! Здесь и получается n минус d. Так. По размерности они уже совпали. По размерности сейчас то... Мы сейчас занимаемся методикой задачи. Да, они уже совпали, я знаю, спасибо. Мы все-таки пытаемся объяснить, вот почему это является двойственным к этому. Так, на самом деле, я думаю, поскольку здесь форму очень достанет. А давайте мы попытаемся понять какую-то вещь. Почему любой линейный функционал на пространстве EF совсем другой, почему можно представить в таком виде, в таком виде. Сейчас мы должны понять, как по этой формуле h берет. Так, я допоминаю, что такое h – это любой элемент из х звезды. Как при помощи вот такой формулы получить любой линейный функционал здесь? Общикируем. Смотрите. Берем на KERF абсолютно произвольный линейный функционал. И, неважно как, продолжаем его на все пространство EF. То, что получится, будет иметь нужное значение на KERF. И при этом оно будет элементом на все. И, значит, по этой форме все получится. Так, теперь вопрос, а наоборот, что задается? Почему это соответствие будет взаимооднозначно? Представьте себе, что я какой-то функционал продолжил двумя способами. Тогда у меня есть мягкие – H1 и H2. И при этом на ядре F они дают один и тот же ответ. Надо понять, что в таком случае они здесь будут соответствовать одному и тому же. Ну, вообще-то это понятно. Если мы возьмем между разными стихами, то она будет равномую на всех элементах из ядра. Но продолжим некоторый функционал на KERF. Но пусть он продолжен двумя способами. Объясним, почему это одно и то же на самом деле. Рассмотрим функционал H, который является разностью этих двух продолжений. Да. На ядре F он равен нулю. Да. Посмотрим, чему он равен в нейдра F. Ну, ничего не так. В нейдра F на самом деле у нас есть инъекция в Y. И так мы можем ему сопоставить элементы из Y со звездочкой. Не понял. Нет. Но F из X в Y. Ага. Здесь у нас брался фактор. И поскольку это самый наш H на любых фильторах из ядра 0, то действительно из-за того, что у нас здесь инъекция, мы просто посмотрим, какие нам нужны значения. Ну, то есть мы возьмем дополненную базис вот этого подпространства, пространстве из-за всего. Посмотрим, куда они перешли и дать им это значение. Причем наши инъекции сохраняют операции умножения на константы. Так. Давайте, хотя я говорю круто на организме на последний момент, но давайте предположим, что мы это доказали, что, впрочем, есть такой замечательный способ, что называется «отпрыгаться». Дело в том, что, вообще-то, вы были согласны, когда я говорил, что ядро F со звездочкой двойственно к Y-могу просто. Вот. А на самом деле, вообще-то, это одно и то же. Смотрите, пожалуйста. Просто F и F со звездочкой. Вот мы можем без первого рассуждения начать с X, Y и F. А с Y со звездой, X со звездой и F со звездой. И если вы верите, что вот это пространство имеет так же размеры, как это, а в это верить, это было легко, значит, надо просто те же самые слова произнести. И тогда получается, что это, допустим, это. Что? Да. Честно. Мы верили про кер F со звездочкой и Y по образу. Да. Поэтому мы должны поверить в то, что кер F и Y со звездочкой по образу F со звездочкой. Да. Мы верили. Вот в это, значит, обязаны поверить в это. Потому что все получается просто на вершине между звездочкой. Остался в нашей всей деятельности последний шаг. Причем мы уже даже знаем, что тут размерность связана. Итак, нам остался последний вопрос. Вот здесь все, с этим уже более поняли. Почему для этого пространства двойственного к этому? Даже мы уже размеры все посчитали, они одинаковые оказались. Здесь X профакторизовано по игру F, а здесь Y со звездочкой профакторизовано по игру F со звездочкой. Если мы с вами поймем, почему это пространство и замуфное, то у нас все будет хорошо. Так, давайте смотреть, что написано вот здесь. Это два ветра предпространства над нашим полем K, одно и разное. А что такое Y со звездой? Y со звездой состоит из таких лучших линейных отображений из Y в основном. Правильно? Любой элемент из Y со звездой – это какой-то элемент функционал. Что такое ядро? Я считаю, что это все. Это мы уже много раз говорили. Ядро S в итоге получается как что? Нужно пройти те G, которые на образе F – 0. Нужно? Да. Ты давайте напишем. G плюс множество. Ну, что-то, Жень, яйца, второй раз. Давайте, плюс множество таких H, что выполнил следующий. Значит, H – это элемент из Y со звездой. И при этом H от F от V равен R, да? Да? Когда я не пробовал объекта из пространства X. Я думаю, страшно, как я это написал. Но тем не менее, это правда. Мы имеем дело с таким объектом. Теперь, что здесь про элементы? Вертор плюс Y. А вот теперь интересный вопрос. Может ли мы вот такой элемент корректно вычислить на такой? Ну, удастся ли нам это сделать? Ну, давайте смотреть. Элемент из Y имеет в виде V плюс F. Это точно? Возвращение слова. Ему можно сопоставить элемент из Y. F от V. Ну, то есть, выберем один из векторов в классе эквивалентности и сопоставим. Мы можем вычислить F от V. Это совершенно без проблем. Это, пожалуйста. Значит, мы его можем перевести в F от V. Потому что, да. Теперь надо вот такое суметь вычислить на векторе F от V. А это мы можем. Да. Потому что вот такая прибавка, она на F от V как раз равна. Значит, мы вычисляли больше F от V. Ура! Отображение вычисления мы сделали. Единственная проблема. Надо объяснить, почему оно, что-то сказать, правильное. Потому что мы могли бы устроить и такой линией на отображение. Потому что здесь все в ноль хотите. Лучше длинное отображение бывает, правда? Поэтому нужно сейчас еще суметь объяснить, почему любой линейный функционал в таком пространстве можно получить таким образом, где G – это какое-то линейный функционал на ней. Ну, G можно сопоставить. Нет, это что сопоставить. И по сути. Ведь X по F – это же все-таки по сути после того, как мы сделали F, стало как можно выглядеть. Правильно? Ну, стало как пространство выглядит. Значит, у нас здесь вообще-то 3-4 верфи – это F. Это у нас сброс на отображение F. Вот. И отображение F инвективно вот это вот пространство вкладывает в F. Так? Но, когда в Y есть любое пространство, то любой линейный функционал с этого пространства может быть продолжено все Y. Как продолжено – не важно. Потому что вот вариант продолжения означает вот это. Важно, что есть продолжение. И первое такое продолжение – я возвращаю G. И оно даст нам именно нужный линейный функционал на фактор пространства. На низ факторов. Что? Сейчас. Извините. Продолжение – это G или умножить продолжение – это H? Ж. Это продолжение – это G. Еще раз. Жми, могу, и ладно. Х по U. Отображение F его вкладывает в Y. И отображение X коди F вкладывается в Y. Это просто напросто образ. Здесь вот это пространство является образ. Но с любого этого пространства, любой нужный нам линейный функционал продолжается на все пространство. Ну просто потому, что можно дополнить базу. И на эти, ну, дополнить энергию нулемо определить, или чем лучше. Вот. Продолжается. И, значит, такой G, которая вычислят нужная числа есть. Так, любое продолжение – это и есть H от… Нет, не H от любого. А продолжение – это функционал определенный на все метрик. Ну, H тоже определенный на всю метрику. H тоже определенный на всю метрику. Но так, чтобы быть нулем на область пространства X. Черт. О чем мы уже говорим? У нас есть вот это пространство X по KF. Это какое-то метрикное пространство? На нем определен какой-то функционал. На нем определен какой-то функционал. Я хочу его представить вот в таком виде GF. И мы этот функционал, который определен на X по KF, то есть на пространстве Y, должны как-то продлить на все Y. Ну да, должны правильно точнее. Х по KF – это подпространство в Y. Нет. Оно отображение F инъективно отображается в F в X. Ну, то есть это образ F? Образ F – это подпространство в Y. Да, совершенно верно. Любой линейный функционал из X по KF со звездочкой можно рассматривать как линейный функционал на F в Y. Да, конечно. Это благодаря вот этому. То есть мы можем V плюс KF отобразить естественным образом F в Y. Осталось продлить его на все Y. Абсолютно верно. Продливаем с точностью вот таких функционалов совершенно верно. И продливаем каким-то способом, который существует просто потому, что любой базис от пространства можно дополнить до базиса всего пространства. Что осталось доказать? Всего. Ничего не осталось доказать. Потому что у нас выяснилось, что любой элемент отсюда получает с таким образом. Вот из-за того, что у них размерности одинаковые и любой получается. Ну, если секунду подумать, то на самом деле в ту форму сторона все хорошо. То есть можно было, например, и не считать. Такое естественное соответствие. Вот эту великую строчку объяснили. Разве мне надо заочек внизу стекнуть? Эта строчка просто объясняет, как удивительно долго можно говорить об одном линейном отображении. Понимаете, да? Отображение F, оно на самом деле вот в этом месте. Но мы сумели навесить на него вот здесь две стрелочки. Вот. И... Так. Я даже не вижу, кстати, а где у нас вот здесь вот F со звездочкой? Оно здесь у нас есть? Ведь должно было быть. Из Y со звездочкой по F со звездочкой в X со звездочкой. А-а-а. Вот здесь, да? Здесь отображение F со звездочкой. Так. Здесь после него одна стрелочка. Так. И здесь у нас F, правильно, да? И здесь после него тоже одна стрелочка. Ну, логично. Логично. При этом, вот смотрите. Вот это у нас инъекция. В обоих случаях. Это у нас статализация. И очень важно понимать, что вот эта вторая строчка ничем не лучше и не лучше пьер. Потому что она просто записана для Y со звездочкой. И X со звездочкой. А не время для института.